Капитальный ремонт поликлиники в Краснослободске проводится по наказу избирателей Краснослободского и Ельниковского районов. Здание будет практически полностью обновлено. От кровли до инженерных коммуникаций и систем пожарной безопасности. Сейчас проводится замена дверей и оконных рам. Благоустраиваются внутренние помещения. Владимир Чебиркин осмотрел ход работ, пообщался со строителями. Ему доложили, что сроки выдерживаются в соответствии с графиком. Установлен контроль за качеством ремонта. Планируется также оснастить поликлинику современным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний. Объект очень важный. Как видите, это сегодня современное требование, условия создать врачей, которые могли делать услуги медицинские на самом высоком уровне. Вот этот объект мы должны ввести в этом году уже, к первому сентябрю месяцу, чтобы он заработал. Также в ходе рабочей поездки председатель госсобрания принял участие в очередной сессии Совета депутатов Краснослободского района. На ней обсудили итоги работы в минувшем году и задачи на год текущий. Самая главная проблема сегодняшнего дня – борьба с коронавирусной инфекцией. Приоритетом для органов власти, руководителей предприятий и учреждений района обозначено достижение коллективного иммунитета. Для этого должна быть продолжена вакцинация и ревакцинация населения. В отчете главы Краснослободского района Алексея Буйнова о работе в минувшем году дана оценка отраслевых комплексов. Отмечена положительная динамика по основным экономическим показателям. Поставлены также задачи дальнейшего развития, которые будут решаться в соответствии с посланием главы Мордовии Артема Сдунова к Государственному собранию на 2022 год. Они предполагают укрепление социально-экономического потенциала Краснослободского района. В 2022 году предстоит обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства к уровню 2021 года на 14,1%, в том числе продукции рассиневодства на 37,5%, продукции животноводства на 1,5%. В 2022 году, согласно стратегии развития муниципального района, необходимо довести производство молока до 45,9 тысяч тонн при продуктивности 6578 килограмм на одну фуражную корову, произвести мясо 3,5 тысяч тонн, произвести зерна в количестве 64 тысяч тонн при урожайности 27 центнеров с гектарой. Обращаясь к участникам сессии, председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чебиркин подчеркнул, что и руководству, и депутатам района предстоит серьезная работа. Прежде всего, усилия должны быть направлены на повышение собственных доходов муниципалитетов. А при реализации социальных проектов важна грамотная работа с документами. Те проекты, которые сегодня, о чем говорил Владимир Владимирович, там, о том культуры, требуют старого синдрова сделать, о том культуры. Первое, то, что нужно начинать, и по другим проектам, надо сделать проект на смертную документацию. Проект на смертную документацию, это за счет муниципалитета. Вот, в первую очередь, будет проект смертной документации, сразу можно привлечь федеральные республиканские бюджетные деньги и на дороги, и на дом культуры, и на строительство и ремонт медицинских учреждений и образования. В числе актуальных председатель Госсобрания выделил вопросы повышения заработной платы, развития агропроизводства, поддержки малого и среднего бизнеса, дорожного строительства, укрепления материальной базы систем здравоохранения, образования и культуры. Все то, что направлено на повышение качества жизни людей. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.